Закон налоги права Здравствуйте, телепередача «Закон налоги права». Скажите, пожалуйста, ответ на какой вопрос вы бы хотели услышать в нашей телепередаче? Я частный предприниматель на общей системе налогообложения. Я бы хотела узнать, что я могу относить к расходам. Спасибо. Продолжение следует... Пятый пункт, по моему мнению, довольно спорный, однако это позиция налоговых органов. То есть документальное подтверждение расходов такими первичными документами, как расходная накладная или акт выполненных работ, еще не предоставляет физическому лицу предпринимателю на общей системе налогообложения право уменьшить свой валовый доход. Такое право появляется только тогда, когда на руках у физического лица предпринимателя будет банковская выписка, платежное поручение, кассовый чек, расчетная квитанция или другой документ, подтверждающий фактическую оплату товаров или услуг. Шестой пункт прямо выплывает из пятого. Согласно пункту 139.1.3 Налогового кодекса Украины, не включается в состав валовых расходов суммы предварительной авансовой оплаты товаров, работ, услуг. То есть, если предприниматель перечислил деньги поставщику и еще не получил товар, то расходов у него еще нет. Здесь мы пока не учитываем другие условия, которые также были перечислены выше. Вроде все просто. Расходы операционной деятельности определяются согласно статье 138 Налогового кодекса Украины. Целесообразно будет привести основные составные части расходов операционной деятельности. Они состоят из себестоимости и прочих расходов. Себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг признается расходами того периода, в котором признан доход от реализации таких товаров или выполненных работ или оказанных услуг. Прочие расходы признаются расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены. Состав себестоимости реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Это могут быть прямые материальные расходы, прямые расходы на оплаты труда, амортизации, общепроизводственные расходы, стоимость приобретенных услуг, другие прямые расходы. Состав прочих расходов – это административные расходы, расходы на сбыт, прочие операционные расходы. Список расходов, которых частным предпринимателям на общей системе налоговложения нельзя относить в состав расходов, непосредственно связанных с получением доходов, определяется статьей 139 Налогового кодекса. Среди них можно выделить самые популярные расходы – стоимость товаров или услуг от ФЛП, плательщика единого налога и суммы уплаченных авансов. Меня интересует больше всего вопрос, каков в Украине налог на недвижимость? Налоговым кодексом Украины действительно определен такой вид налога. Подробно о налоге можно почитать в статье 265 Налогового кодекса, которая вступит в силу с 1 января 2012 года. Согласно Налогового кодекса, ставки налога устанавливаются сельским, поселковым и городским советом в таких размерах за 1 квадратный метр жилой площади объекта жилой недвижимости. Для квартир, жилая площадь которых превышает 240 квадратных метров и для жилых домов, жилая площадь которых превышает 500 квадратных метров, ставка налога составляет 2,7% от размера минимально заработной оплаты, установленной законом на 1 января отчетного года. Вопрос очень объемный. На самом деле не совсем понятно, о чем идет речь. Если о получении кредита, то условия нужно выяснять в каждом банке. Если о проблемах, возникшие с выплатой кредита, так же первое, что нужно сделать, это обратиться непосредственно в банк, для того, чтобы попытаться решить проблему мирным путем. Если же вопрос не поддается такому урегулированию, то могу лишь посоветовать обратиться к юристам, для того, чтобы они помогли грамотно составить соответствующие запросы в банк, провести необходимую переписку. Ну а если и это не поможет, тогда с помощью этих же юристов нужно обращаться в суд для соответствующего судебного разбирательства. Если же кредит рассматривается как способ приобретения недвижимости или есть необходимость досрочного выхода из кредита, то я советую рассмотреть возможность приобретения недвижимости в рассрочку благодаря программе ДОМ. И по юридическим вопросам, и по программе ДОМ можете обращаться в компанию «Аркада Грант». Телефоны и другие реквизиты компании вы увидите в конце нашей программы. Как вы уже знаете, мы планируем проводить подобные опросы регулярно и говорить вам о местах проведения следующих встреч. Также я хочу напомнить, что 24 октября был проведен опрос возле отделения статистики Приморского района по адресу Решильевская, 72. В семье новое законодательство, когда уже становится, все будет стабильным, чтобы просто мозги не пухли от всех этих изменений, которые чуть ли не каждый день происходят. То есть, когда уже будет все стабильно, чтобы ты выучил этот закон и знал, как ему следовать, и чтобы не думал, что ты, не дай бог, что ты не прочитал сегодня, чтобы тебя не оштрафовали, чтобы сделать все законопослушно. В ближайших передачах вы узнаете, какие вопросы интересуют людей и услышите на них ответы. Как проводятся проверки плательщиков налогов относительно правомерности включения в налоговый кредит налоговых накладных, подлежащих регистрации в едином реестре налоговых накладных? Государственная налоговая служба Украины в своем письме от 23 сентября 2011 года обнародовала методические рекомендации относительно документальной проверки плательщиков, которые включили в состав налогового кредита налоговые накладные, подлежащие регистрации в едином реестре налоговых накладных, но не зарегистрированные, и порядка оформления их результатов. В документе указано, что исследование вопроса правомерности формирования налогового кредита на основании незарегистрированных налоговых накладных осуществляется при плановых и внеплановых проверках, выездных и невыездных, которые проводятся соответствующими структурными подразделениями. Назначение внеплановых проверок на основании абзаца 10 пункта 201.10 Налогового кодекса Украины, то есть в случае обнаружения расхождения данных налоговых накладных и единого реестра налоговых накладных, является целесообразным лишь в случае возможных существенных потерь бюджета. Также Главное налоговое ведомство обратило внимание на то, что со вступлением в силу изменений, внесенных законом Украины от 7 июля 2011 года, плательщику НДС предоставлено право регистрации налоговой накладной и расчета корректировки к ней в едином реестре в срок не позднее 20 календарных дней, следующих за датой их выписки. Таким образом, дата выписки налоговой накладной и дата внесения ее в единый реестр могут быть в разных отчетных налоговых периодах. В связи с этим, если при проведении проверки установлено, что плательщик налога, покупатель товаров-услуг, воспользовался предоставленным ему правом и приложил к налоговой декларации за отчетный налоговый период заявление с жалобой на продавца, отказавшегося предоставить надлежащим образом зарегистрированную налоговую накладную, отсутствие факта регистрации налоговой накладной в едином реестре не является основанием для уменьшения налогового кредита такого плательщика. Оценку права плательщика налогов на отнесение в состав налогового кредита сумм НДС по такой налоговой накладной следует осуществлять с учетом результатов исследования реального осуществления хозяйственной операции, ее сути и содержания, использования приобретенных товаров-услуг в хозяйственной деятельности в пределах налогооблагаемых операций и тому подобное. Технически регистрация налоговых накладных проводится в электронном виде. В частности, компания «Арката Грант» предлагает вашему вниманию программное обеспечение, которое позволит с легкостью и без проблем это сделать. Речь идет о программе «Медок». По вопросам приобретения этой программы обращайтесь, пожалуйста, к специалистам компании «Арката Грант». Другие новости. О том, какие все-таки документы нужно предъявлять при покупке и продаже валюты. Об идентификации банками своих клиентов с целью разделения по группам риска в рамках финансового мониторинга. О порядке подачи запроса на публичную информацию в Пенсионный фонд Украины. О возобновлении льготы на поставку природного газа. О квотах на импорт стальных труб. Читайте на сайте компании «Арката Грант» www.arkada.net.ua В следующей передаче мы представим вашему вниманию спецрепортаж о правовых и налоговых аспектах деятельности в области народного искусства, в том числе мастеров-рукодельников. Интересует такой вопрос, как физические лица мастера, не являющиеся СПД и занимающиеся различным видом рукоделия, должны платить налоги? Спасибо за вопрос. Елена, я вам хочу сказать так. Дело в том, что если физическое лицо осуществляет какую-либо деятельность, которая направлена на регулярное получение дохода, то оно обязано зарегистрироваться с субъектом предпринимательской деятельности, так как данная деятельность является уже предпринимательской. Это если деятельность регулярная, да? А если нерегулярные доходы? Субтитры создавал DimaTorzok Кроме того, готовится репортаж для автолюбителей о том, какие изменения произошли в правилах дорожного движения и в соответствующем законодательстве. На этом я прощаюсь с вами и приглашаю к экранам ровно через неделю. Предыдущие выпуски и передачи «Закон о налоге права» можно посмотреть на сайте www.tv.arkada.net.ua С вами была автор и ведущая проекта Наталья Бельтюкова. Я, как всегда, желаю вам удачи и процветания! Группа компаний «Антра» презентует дводенний майстер-класс відомого британского бизнес-тренера Кэтрин Бартон «Міжнародный диловый этикет». Великий досвід проведения тренингов, успешная работа с міжнациональными компаниями. Только по 18 участников. Лише в трех местах Украины. Киев, Одесса, Донецк. Довідки за телефоном 048 704 64 54 та на сайті www.antra.tv 2016-й Рио-де-Жанейро «Регби-7» будет впервые представлен в программе Олимпийских игр. 2012-й Лондон «Регби-7» будет впервые представлен в программе Олимпийских игр как выставочный вид спорта. 2010-й Москва. Сборная Украины попала в восьмерку сильнейших команд континента и получила право играть за звание чемпиона Европы с сильнейшими сборными Старого Света. 2009-й Одесса. Специалистами Кредо 63 разработан и реализован уникальный проект Детская регбийная лига Одессы. Главное достоинство этого проекта – игра «Регби-5». Регби-5 – это специально разработанная игра для школьников, в которой запрещены любые контактные действия, никаких толчков, зацепов, захватов, подножек. Это абсолютно безопасная, задорная и интересная игра, задача которой – создать альтернативу уличному образу жизни. Кроме того, «Регби-5» – игра демократичная, ведь в одной команде могут играть и мальчики, и девочки. Еще один важнейший принцип нашей игры – нет разделения на запасных и основных игроков. Каждый ребенок обязательно выходит на поле и играет. «Регби-5» – очень простая игра. В нее может играть любой ребенок, способный поймать и бросить мяч. Более никаких навыков не требуется. Помимо спортивной составляющей и задач по развитию регби в Одессе, проект направлен на решение социальных задач. Первая из которых – возрождение духа коллективизма. Ведь в этой игре ничего невозможно решить в одиночку, и только слаженные командные действия могут принести результат. Сегодня это просто школьники, но кто знает, может быть, уже в 2016 году эти ребята станут гордостью наций и представят Украину на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У компанії працюють висококваліфіковані фахівці у всіх названих галузях. Аркада Гранд – запорука вашого успіху. Звертайтесь до нас за телефонами 73 73 208 8 093 379 24 55 725 02 85 Контактный емейл – info.arkada.net.ua Адреса сайту – www.arkada.net.ua Программа «Дом», которую представляет компания «Аркада Гранд», специально разработана для тех, кто мечтает о своем доме или квартире. Эта программа также работает для тех, у кого свое жилье уже есть. И тем не менее, есть еще и желание приобрести дополнительный пассивный доход. В данном случае – от сдачи в аренду квартиры, купленные по программе «Дом». Программа «Дом» хороша для тех, кому нужно выкупить кредитное жилье или для тех, кто хочет купить в рассрочку бизнес-недвижимость. Или вариантов множество. Каждую неделю компания «Аркада Гранд» регулярно проводит игру «Кэшфлоу». Компания «Аркада Гранд» представляет вашему вниманию этот своего рода эксклюзивный тренинговый курс, направленный на повышение финансовой грамотности, обучение управлению персональными и семейными финансами, а также основам и логики инвестирования. Игра «Денежный поток» также учит основам таких форм инвестирования, таким как игра на бирже, спекуляция недвижимостью, участие в бизнесе и создание своего собственного бизнеса. Игра «Кэшфлоу» позволяет перейти от мышления бедного человека к мышлению богатых, понять, как принимают решения инвесторы и бизнесмены. Смотрите телепередачу «Сарафан» на телеканале Реак. В понедельник, среду и пятницу в 13.30, а также во вторник и четверг в 17.30. Смотрите телепередачу «Сарафан» на телеканале Реак.